Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Королева мелодрам, 8 российских красавиц-актрис, снимающихся в этом жанре. Отечественные мелодрамы особенно тонко отзываются к женской душе аудитории. Героиням хочется сопереживать в трудных ситуациях и радоваться их романтическим победам. Во многом заслуга, зрительская заинтересованность в этом жанре принадлежит российским актрисам. Представляем вам список самых красивых российских актрис, сыгравших в популярных мелодрамах. Юлия Зимина. Первый крупный телепроект с участием кореглазой красавицы-актрисы стал невероятно успешным. Речь о телесериале «Кармелита», где Юлия Зимина сыграла главную роль – юную цыганку, бросившую вызов семейным устоям. Еще на пробах были отмечены ее творческие способности, ведь из нескольких сотен претенденток на эту роль выбрали именно ее. Евгения Брик. Жена Тодоровского считается одной из самых привлекательных женщин в отечественном кино. Соблазнительная и даже несколько стервозная внешность сказывается на типажах героинь, которых ей приходилось играть. Яркие разлучницы и томные красавицы, и таких персонажей можно встретить в мелодрамах, чего только стоит сцена с эксцентричной Ларисой из сериала «Оттепель». Ольга Павловец. Эта талантливая брюнетка обладает тонкой и естественной красотой. Возможно, именно благодаря этому ей постоянно предлагают играть в главных женских персонажей, ввязывающихся в сложные романтические сети. Героинь с непростой судьбой она играет очень убедительно, при этом всегда демонстрирует свой внутренний стержень. В список ее самых главных и знаменитых работ входят «Нарисованное счастье», «Катина любовь», «Анжелика», «Две стороны одной Анны» и многие другие кинокартины и сериалы. Юлия Агафонова. Вторая актриса, которая принесла популярность роль цыганки, также оказалась в этой подборке. Роль зрительницы Мариулы в мелодраме 2005 года под названием «Талисман любви». Хоть и была второстепенной, но тем не менее позволила Агафоновой продемонстрировать умение вживаться в образ. Советуем посмотреть вам и другие проекты с ее участием. Сериал «Ермоловы», «Когда расцветет сирень» и «Жена с того света». Дана Агишева. Дана Агишева – одна из самых целеустремленных участниц этой подборки. Переборов неодобрения папы, она добилась определенных высот в кино, в частности в жанре мелодрам. Ангел на дорогах, удаленный доступ и другие кинокартины заставили прослезиться не одну телесрительницу. Мария Берсенева. Следующая героиня стала известна многим после съемок в сериале «Маргоша», который выходил на СТС. Интересно, что девушке по сценарию нужно было сменить имидж и стать блондинкой. Однако самодостаточная артистка отказалась и не зря. Харизматичную и талантливую брюнетку в ее исполнении помнят даже спустя 10 лет после премьеры этого сериала. Ирина Ефремова. Звезда детективных историй и триллеров в нашем списке оказалась не случайна. Ирина Ефремова – актриса разнопламная. В ее фильмографии найдутся самые всевозможные роли. Не только же блюстители закона, с остальным характером ей играть. В сериалах «Суррогатная мать», «Большое небо», «Я все тебе докажу», «Сердце звезды» и «Ничто не случается дважды», она предстает в нежном и уязвимом образе. Виктория Полторак. Еще одна героиня остросюжетных историй. Первая актерская работа Виктории – сериал «Молодые и злые», определила траекторию ее творчества, детективы и мелодрамы. Для любителей последнего жанра рекомендуем к рассмотру «Цыганку», где она сыграла вместе с Дмитрием Пчелой. А также опасные связи и запретную любовь с участием этой актрисы. Актрисы мелодрам одна краше другой. Отечественное кино всегда могло похвастаться настоящими профессионалами своего дела. И, конечно же, красавицами, очень талантливыми и харизматичными. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока!